Ваше Высокопреосвященство и Преосвященство, Уважаемый Валерий Павлинович, губернатор Нижегородской земли, Матушка Сергия с сестрами святые обители, Дорогие отцы, братья и сестры, паломники, Всех Вас сердечно поздравляю с этим замечательным днем, 112-й годовщиной со дня прославления преподобного Серафима Саровского. Радуюсь возможностей вновь посетить эту святую землю. Поклониться цельбоносным мощам преподобного, Помолиться вместе со всеми Вами, Еще раз увидеть эту дивную красоту всего святого места, Которая гармонично сочетается с духовной красотой, С обликом преподобного Серафима. И хотя старец Серафим был смиренным затворником, А обитель Диевеевская блещет своими золотыми куполами, Между одним и другим, между духовным подвигом и видимой красотой, Огромная внутренняя связь. Этот монастырь стал именно таким, Потому что преподобный Серафим явил духовную красоту Бога, сданной человеческой природы. И сегодня в апостольском чтении, В послании к галатам, Мы слышали дивные слова апостола Павла, А те, кто христовы, распяли плоть со страстьми и похотьми. Вот преподобный Серафим распял похоть плоти И всякие страсти. И как результат обрел ангела подобную жизнь. А что же такое похоть плоти? Мы часто употребляем слова, Не очень-то задумываясь о их смысле. По учению святых отцов, Похоть — это господство плоти Над человеческим разумом, Над волей и над человеческими чувствами. Когда закон плоти торжествует, А закон духа отступает, Вот это и есть похоть плоти. А почему апостол соединяет похоть плоти со страстьми? А страсть есть видимое выражение Господство плоти над человеческим духом. Существует столько страстей, Сколько человеческих грехов, И все они так или иначе связаны С этим господством плоти над духом. Будь то гнев, Будь то чревоугодие, Сребролюбие, Чистолюбие, Востолюбие, Наконец, ничем не стесняемые Чувственные наслаждения. Все это проистекает От господства плоти Над человеческим духом. А почему употребляется В нашем языке Такое слово, как страсть? Ведь в прямом смысле Страсть – это страдание. Читая Евангелию о страстях Христовых, Мы понимаем, что речь идет Именно о страдании. Употребление этого слова не случайно, Потому что похоть плоти Приводит человека всегда к страданию. В итоге, в финале, всегда страдание. Никогда радости нет. Никогда нету подлинного счастья. И трагедия заключается в том, Что какое-то сиюминутное проявление похоти Мы иногда отождествляем со счастьем. Это совсем не так. Те, кто Христовы, Плоть распяли Со страстями и похотьми. Именно поэтому И учение Спасителя нашего Является вечным И всепобеждающим. Потому что оно Открывает нам Подлинную перспективу Человеческого счастья. Если бы хочешь быть счастливым, Но стань вначале человеком. Научись управлять своей плотью. Употребляй волю и разум. Подчиняй физическое свое начало Возвышенному духовному началу. Ведь это и есть человеческая жизнь. И тогда За этой жизнью Открывается Духовная перспектива Блаженства Счастья И Спасения. Был ли счастливым Преподобный Серафим? Да, несомненно. Наверное, его никакой силой Нельзя было снять с камня, Когда он молился Тысячу дней и ночей. Или вытащить из его пустыни И поместить в центр Крупного города, Где люди Услаждают свою плоть. Он бы просто не мог там жить. Его внутреннее состояние Было несовместимо С тем, Которое является Вожделенным Для очень большого количества, Если не большинства людей. Он был по-настоящему Счастливым человеком, Если мог в одиночестве, В лесу, Тысячу дней и ночей Молиться. Потому что Только силой духа Можно преодолеть Человеческую усталость Или слабость, Или голод, Или жажду. Но ведь это преодоление И помогает человеку Подняться к небу, Взлететь Над повседневной суетой И повседневными скорбями. И, наверное, Совершенно не случайно Преподобный Им носил имя Серафима Огненные небожители, Пребывающие в общении С Богом, Там, В некой неведомой Для нас высоте, В тех мирах, Которые сокрыты, Пока мы живы, И пока мы Находимся в теле От нас. Он был подлинно Пламенеющим Серафимом. И его внутренний мир Был настолько богат, Настолько прекрасен, Что он был действительно Глубоко счастливым Человеком. И пример Святого Преподобного Серафима Не может ограничиваться По влиянию на людей Ни местом, ни временем. И мы, люди 21 века, Владеющие многими Техническими совершенными Способами Устроения жизни, Может быть, лучше, Чем жители И люди 19 века, Понимаем, в чем Красота и сила, И немеркнущее Притяжение Образа Святого Преподобного Серафима. Дай Бог, Чтобы его пример, Чтобы его молитвы Простирались На всех нас, Особенно нашу молодежь. Вот именно в молодом возрасте Нужно все это ясно понять, Чтобы поставить пределы Распространения похоти, Чтобы она просто, Как раковая опухоль, Не съела Здоровую жизненную ткань. И поэтому молитва К Преподобному Серафиму наша сегодня В первую очередь О нашей молодежи, О молодом поколении, Которое сталкивается С огромными искушениями, Соблазнами, Но для которых Преподобный Серафим Может и должен быть Немеркнущим Примером Победы Духа Над всякой Похотью плоти. И Дивеевский монастырь, Так же, как и Саровская обитель, Сохраняют свое Великое значение Для всей нашей Церкви И для всего Православного мира. Во-первых, потому что здесь Мощи Преподобного, Но кроме того, Еще и потому, Что здесь, Как нигде в мире, Почитается имя Преподобного. И это молитвенное Постоянное призывание Великого старца Земли русской Преображает Человеческие сердца И создает Совершенно особую Духовную атмосферу, Которую мы чувствуем, Проходя через святые Врата Сей святой обители Или идя по канавке Преподобного. Я хотел бы молитвенно пожелать Владыке Митрополиту, Матушке Игумене, Всем сестрам и всем нам, Чтобы немеркнущая слава И духовная сила Этого святого места Сегодня, Как и в прошлом, Притягивала к себе Тысячи и тысячи Человеческих сердец, Которые, Соприкасаясь с подвигом Преподобного Серафима, Обретают Ясную и правильную Перспективу Своей жизни. Молитвами святого Преподобного Серафима Да хранит Господь Землю нашу, Церковь нашу, Нижегородскую землю И сию святую Обитель. Аминь. С праздником всех вас Сердечно поздравляю. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Кулак